И всем привет ребят, с Мистер Бак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обзору нового устройства, буквально только что я записал видос с открытиями новых ключей и уже практически разочаровался, расстроился, но наконец-таки выбил все-таки новое устройство, которое я очень сильно хотел протестировать, так как это устройство на страйкер и это еще и дистанционка, вы знаете как я отношусь к дистанционке, а дистанционка с вакуумными снарядами, так это вообще должна быть лютейшая грязь, поэтому сегодня мы берем ее и будем тестировать, будем смотреть как она себя будет показывать в рамках матчмейкинга, к сожалению только она будет на кризисе, а не на гиперионе, гипериона у меня пока что до сих пор здесь на аккаунте нету, возьмем сразу же дополнительно тоже резист от страйкера на всякий случай, ну а если вы ждали обзора этого устройства, то обязательно забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунте куста на тему личный такток темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, но и заполняйте форму, которая есть в описании, уже буквально через несколько дней будут итоги этого розыгрыша, по корпусу у нас сегодня остается Крусейдер, ну и если вы вдруг не видели это лютейшее открытие, это вот то, что может дать вам и эмоции, и контент, просто тоже перейдите и после этого видоса посмотрите видео с открытия. Так, ну а мы пикаем быстрый бой, не буду я здесь ничего абсолютно выбирать, потому что дистанционка, вы знаете, что работает на любом режиме, в любой катке должна работать это устройство, так как это лучшее, лучшее, что создали у нас вообще в нашей игре, вы знаете, как я отношусь к дистанционке, и очень сильно сейчас надеюсь на то, что вакуумная дистанционка меня не разочарует, и это реально будет какая-то вкуснейшая имбище. Так, меня закидывает на катку, где мы ведем уже 2-0, где-то тут на стелсе кто-то нам залетал, так, ну и все, пробуем, смотрим, начинаем накидочку, начинаем накидочку, ракет, полет ракет у нас плюс-минус такой же, как и был, да, нам надо именно стрелять не четко в танк, а около танка, полторушка в голову с крита, сразу полторасик в голову залетает, вкусненький. Так, ну и смотрим, вот сюда такую, вот сюда такую торпедку на 2 тысячи, на 2 тысячи просто стыки, тысячонка на добавочку, 2 тысячи стыки просто залетает, 2 тысячи с моей дистанционки, боже, как же я хочу такое устройство себе на основной аккаунт, как бы я бы хотел бы такое устройство... 2 тысячи, по резисту 2 тысячи, боже, на основочку бы такую, ой, полторушка, и еще 1700 крит, меньше по урону, чем залетает просто стыки, офигеть. Подрывчик ракетки, около танчика, специально, по кризисному, по кризисному, 1400, по кризисному, 1400, вот это урон, вот это добавочка, сюда эту добавочку. Это очень хорошие цифры, честно вам скажу, это очень хорошие цифры. И лучше под такое устройство использовать гипериона, не кризиса, а гипериона. Гиперион будет смотреться 100% лучше. Так, опять крит, довольно большое количество критов, но как будто дольше перезарядка у меня. Есть такое ощущение, как будто я тут стреляю, и как будто перезарядка выстрела подольше будет. Я специально стреляю не четко в танке, хочу посмотреть максимальный урон с вакуумки, вот сейчас 3 тысячи вылетело. Пытаюсь стрелять подрывом около, около противника, все время около противника. Да, можно стрелять четко в противника, это тоже неплохо, если вы умеете попадать. Я просто такой игрок, который фулл крипочек, да, и попадать-то я... 4 тысячи урона! Это ваншот, может быть, даже лег... А, это ваншот легкого. Это ваншот легкого под ДА-шкой? Ваншот легкого под ДА-шкой! Полторушка с крита. Критов, кстати, тоже довольно много. 1700. 3 тысячи крит. Офигеть. Вкуснятина. Рядом с противником. Не залетает, к сожалению. А можно еще с плэшом по двоим, да, так? Если не подрывать самому, с плэшом по двоим просто на тыкву давать. Ой, 2 тысячи, боже, так там реально... Вот в моем понимании дистанционка, знаете, вот когда ты играешь на дефолтной дистанционке, тебе не хватает того, чтобы у тебя с расстояния подрыва ракеты урон был большой. А тут в этом устройстве оно есть! Есть этот как раз-таки тот самый момент, который тебе нужен. Да, он имеется, этот самый нужный момент. Он есть в этом устройстве. И это очень жестко. А если по двоим рядом? По двоим рядом не залетает? Вроде как казалось, что рядом два танка стоит. О, да, трешка залетает. Трешечка залетает. И тут... А тут уже не регает почему-то. Тут почему-то считают, что эти два танчика не рядом стояли. И вот самый вкусный вот этот вот подрыв. Вот этот самый вкусный. То есть вверх-низ... Вверх-низ самый жесткий. Самый жесткий вверх-низ. И критов как будто повышенный шанс критов. Как будто повышенный шанс критического выстрела. Опять вверх-низик. Обработочка. Обработочка вверх-низик. Блин. Вот я... Я играю на десяте, да? А попадаю чаще, чем я... И вот был бы я сейчас на простом устройстве, я бы столько бы мазал. А тут с дистанционкой и ты попадаешь. Как на зло. Как на зло попадаешь. Критов очень много. Очень много критов. Но если ты даешь грамотный сплэш, то сплэш наносит больше, чем крит. Чем сплэш... Крит больше, чем... О, боже. Обычный урон больше, чем сплэ... Ну, короче, вы поняли. Сплэшарик... Ух, сплэшарик вкусненький. У меня просто здесь уже немножечко голова начинает дымиться. После такого лютого контента. После увиденного. Боже, ну это очень сильно. Это очень сильно. С этого устройства можно давать прям реально большое количество киллов. Прям реально большое. Я запикался в катку. 7 минут до конца было. У меня уже 21 килл. Вы понимаете, что дистанционка в принципе сильное устройство? А дистанционка с вакуумным снарядом... Это лютая грязь. Я безумно сильно хочу это устройство на основной аккаунт. И я, честно, не знаю, как его достать на основной аккаунт. Кто бы мне... Кто бы мне как-нибудь сказал бы, как мне это достать устройство на основной аккаунт. Я бы очень сильно хотел бы его пореализовывать. Поиграть с ним. Потому что по ощущениям это... Это просто лютейшая тема. Это реально лютейшая тема. 26 уже. 26 уже. Еще треечка на добавку. И самое-самое главное. Самое главное. Самое главное в дистанционке. Я в начале видоса сказал. И сейчас повторю. Это устройство работает в любом режиме. И на любой карте. Вне зависимости от того, куда вы попадете. Везде абсолютно будет работать это устройство. И это 100% факт. 100%. Потому что я на дистанционке без перерыва играл... Ну где-то год, наверное. Где-то год плюс-минус я играл просто без перерыва. А тут у тебя дистанционка уже даже не то, что 2.0, как в трофее. А тут у тебя дистанционка 3.0. 3.0 дистанционка. И еще и с таким повышенным уроном. А еще и можно сплэшиком по двоим вкусненько давать. Блин, ну это лютая темка. Это безумно лютая темка. Сейчас мы катку доиграем. Зайдем еще на Википедию. Почитаем, что написано на Википедии по поводу этого устройства. Есть ощущение, что там есть чуть дольше перезарядка выстрела. Чуть-чуть дольше перезаряжается выстрел. Чуть-чуть дольше как будто бы перезаряжается. Я просто, как говорится, на таком лютом опыте дистанционки могу сказать, что что-то чуть-чуть чувствуется по-другому. Но сейчас проверим. Может быть мне кажется. Либо этой инфы просто нету еще. Так, страйкер, 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 страйкер и фауст, пульсар. А, понял. Инфы по устройству нет. Понял. Делаем выговор директору. Информации по устройству нет. Но чувствуется, что чуть-чуть дольше перезарядка. Но урон очень жесткий. Безумно сильный урон. Поэтому, ребятки, если вы любите этот страйкер, то ради него я бы открывал контейнер. Пробовал бы выбить это устройство. Потому что, ну такая дистанция супер вкусная. И вот теперь у меня дилемма. Может купить ультракантов на основном аккаунте. И сделать лютую грязь. Если оно выпадет, это устройство, это будет безумно жестко. Но, оно может и не выпасть. Если учитывать тот факт, как я открывал ультраканты. Пишите все свои мысли по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился данный обзор. Также не забывайте подписываться на канал. Ну и участвуйте в розыгрыше по тегу. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.